Дорогие друзья, в эфире программа «У книжной полки». Ее ведущая Полина Митрофанова. «В чем смысл жизни? Ответ на этот вечный вопрос ищут люди во все времена. И для кого ответ очевиден, может сказать так. Осмысленность пути земного дается верою пришедшего в мир Христа Спасителя. Исполнение его заповедей приносит истинную радость и придает истинный смысл нашей жизни, угодной Богу, если мы учимся смирению через покаянную молитву и молитвенные благодарения. То есть восходим от Дольнего к Горнему, по лествице любви». Такой ответ мы находим в богословских трудах нашего современника, священника Михаила Труханова. Сам отец Михаил, прожив без малого 90 лет, всего себя посвятил Христу и никогда не ослабевал в своем исповедническом подвиге. А его богословские труды – это плод всей многотрудной жизни батюшки. В настоящее время сочинения отца Михаила стали доступны широкому кругу читателей, благодаря новому их переизданию, которое осуществило Минское издательство «Лучи Софии». Собрание сочинения вышло в трех томах и называется «О христианской вере». По словам издателей, московский старец фрутерей Михаил Труханов является ярким представителем богословской мысли прошлого века. Пройдя 15-летний путь лагерного арестанта и поселенца, познав силу непрестанной молитвы, батюшка по возвращении на свободу имел возможность глубоко изучить труды святых отцов, а также познакомиться с самой разнообразной богословской литературой – русской, православной, дореволюционного времени и современной ему, в том числе зарубежной. Сначала это помогало ему в священнической деятельности, а после ухода на покой в написании богословских трудов, опубликовать которые он смог лишь в начале 90-х годов. Так в 1993 году протоиерей Михаил Труханов подготовил к печати две рутописи «Как спастись в современном мире», «Апология христианского поста» и «Об истоках христианской веры». В этих первых публикациях были обозначены приоритеты его богословской мысли, вопрос глубокого обоснования необходимости сохранения в нерушимости и чистоте церковного устава, особенно в той части, которая касается поста, и проблема оправдания церкви на земле. Эти сочинения в числе других вошли в первый том данного издания. Первая из них называется «О христианской вере». Раскрывая личность Иисуса Христа, автор напоминает нам, что любовь ко Христу ведет за собой веру в Бога, и верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. Данное же Богом Святое Евангелие есть Слово Божие, которое одухотворяет и оживотворяет приемлющего Его с верою. В следующей части, которая называется «Как спастись в современном мире», апология христианского поста, автор отмечает следующие моменты. Пост – это не только воздержание от пищи телесной, но это благоприятное время для насыщения духовной пищей. Пост – это воздержание всех чувств от всего, что питает грех. Соблюдая его, мы свидетельствуем о том, что духовное начало в человеке должно преобладать над телесным, и нам надо поститься, чтобы оставаться человеком. По мнению автора, за нарушение поста нас изгнали из рая. Поэтому, говорит отец Михаил, станем поститься, чтобы вновь войти в рай. Еще две части книги помогут раскрыть читателю апологетические вопросы православной веры и церкви и напомнят, почему необходимо совершать поминовение усопших. Во втором томе собраны глубоко прожитые богословски обоснованные мысли подвижника о самом важном, что есть в христианстве, в нашей земной жизни – о Евхаристии. В труде с одноименным названием отец Михаил много говорит о благодарности Богу. Но, как отмечает он, благодарение, воздаваемое человеком Богу, Спасителю нашему, без причащения – неполно. По глубокому убеждению батюшки, без участия в Евхаристии невозможна полнота христианской жизни, подлинное изменение души человека. Потому оставить эту тему без тщательного рассмотрения он не мог. Следующее сочинение – «Слово о шестодневе», написано протеереем Михаилом, как он сам это поясняет, во многом по просьбам современников из корпорации светских ученых. В этом сочинении автор предлагает сочетать два, кажущиеся противоречивыми друг другу, подхода – естественно, научный и религиозный. И не отвергая научные знания, но, всячески их приветствуя, он предлагает духовный взгляд на вопросы происхождения Вселенной. В труде о промысле Божьем отец Михаил, еще раз следуя за известными богословами, разъясняет соотношение воли Божьей с волей человеческой. Он подчеркивает, что воля Божия имеет целью спасения мира, потому смирение перед Богом, возвеличивая человека. И только стоя на такой позиции, человек способен принять и познать истину. В сочинении «Православный взгляд на творчество» автор рассуждает о любви, красоте, вдохновении истинном и ложном, благодатном и безблагодатном, о соотношении божественного вдохновения и собственного человеческого духа в процессе творчества. Батюшка ставит актуальные вопросы духовного облика современной культуры. Третий том сочинений поднимает очень жизненные на сегодняшний день темы. Это вопросы нравственности, любви, отношения человека к самому себе и Богу, которые рассматриваются автором в нескольких книгах. Как отмечает составитель издания Валентина Андреевна Звонкова, «С давних пор, говоря о ступенях истинной веры, старцы имеют в виду, во-первых, храм души, сердца и разума каждого, кто принял веру Христа Спасителя и стремится жить по заповедям Его». Во-вторых, храм семьи, дом, где начинается жизнь верующего и открывается первейшая возможность возлюбить по заповедям Божьим ближних своих. Ну и в-третьих, храм церковного прихода, где соборно возносят верующие свои молитвы к Богу и совершаются важнейшие таинства. Одному из таких таинств, а именно божественному смыслу брака и жизни в супружестве, и посвящен труд священника Михаила Труханова «Мысли христианина о браке». Более подробно тему самовоспитания человека батюшка развивает в сочинении о страстях и борьбе с ними. Отец Михаил пишет, «Мы все, конечно, сознаем чрезвычайную важность спасения нашей души и достижения Царства Божия, но, к сожалению, жизнь и дела наши мало соответствуют этому сознанию. Мы ищем нашего счастья в успехе, в здоровье, в славе, в богатстве, в привязанности к людям, во всякого рода удовольствиях. Для Бога же благо наше заключается в святости и спасении». Практическим рецептом к воспитанию в себе подлинно христианского образа мыслей и чувств, по утверждению автора, является деятельная жизнь в Церкви Христовой. Как жить такой жизнью? Что она в себя включает? Священник рассматривает последовательно как в этом труде, так и в остальных. «Путь к истине, смирение и любовь» так емко называет протеерей Михаил еще один из своих трудов, содержание которого тесно переплетено со всем, что пишет автор и в других своих сочинениях. Здесь говорится о том узком пути, который призван пройти всякий истинно верующий христианин. Христианская мораль есть мораль совершенствования. Работа о Писании, умудряющем во спасение, раскрывает глубинные, таинственные взаимоотношения души человека со словом, смыслом, духом слова. Здесь говорится о важности чтения Священного Писания для всякого христианина. О отношении к чтению посвящена статья «Экскурс в литературу». Здесь батюшка рассуждает о значении, которое занимает в культуре всякого рода литературное сочинительство, рассматривая его как с точки зрения читателя, так и самого сочинителя. Высшее счастье на земле любить и быть любимым, считает автор. Но высоты духа достигаются лишь путем самовоспитания христианина, неотъемлемой частью которого должна быть деятельная жизнь в Церкви Христовой. Стоит отметить, что все, без исключения, произведения автора будут интересны нашим читателям, тем, кому близко нравственное учение христианства, кто хотел бы укрепиться в вере и изменить свою жизнь. Написанные с большой любовью к людям и надеждой на их спасение во Христе, сочинения протоиерея Михаила послужат именно этой цели. Дорогие друзья, на этом наша передача сегодня подошла к концу. Новинки православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. Ну а я прощаюсь с вами и желаю вам приятного и полезного чтения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова